Который мы все дружно хотим сегодня отпраздновать вместе с вами За осень, за последнюю осень у нас произошло несколько чудных событий О которых мы хотим вам рассказать Это, собственно, непосредственно запуск продаж трех смартфонов И открытие официального интернет-магазина Huawei в России То есть теперь можно приобрести наш смартфон непосредственно у вендора Непосредственно в нашем интернет-магазине Итак, давайте начнем с смартфонов Сегодня мы вам хотим показать три смартфона Лена, пожалуйста Сегодня мы вам хотим показать три смартфона, которые мы запустили в продажу этой осенью И одной из примечательных черт этих трех братьев, наверное, можно так сказать То, что они все созданы и разработаны на базе разных платформ, на базе разных чипсетов Это говорит о том, что мы как вендор, как производитель не концентрируемся на каком-то одном решении А пытаемся для каждого сегмента найти решение наиболее подходящее для конкретно этого телефона Итак, начнем с смартфона Honor 3 Не побоюсь сказать, что это действительно замечательный и сногсшибательный смартфон Почему? В первую очередь самое главное Потому что мы с гордостью можем сказать, что этот смартфон создан специально для России Для наших российских условий Спросите, почему? Ну, вот давайте порассуждаем Вот вы сегодня все сюда добирались и видели погоду на улице Мокро, холодно, ветрено Наверняка кто-нибудь разговаривал по телефону Укрывая телефон от дождика, чтобы, не дай бог, его не залило водой И тому подобное То есть суровые условия, наши российские суровые условия Особенно осенне-зимние суровые условия Требуют для смартфона специальной подготовки А смартфон Honor 3 Он пылевлагозащищен по классу IP57 Я думаю, что многие из вас знают, что это означает Но я на всякий случай напомню, что Это позволяет погружать смартфон в воду на глубину до 1 метра И выдерживать его там в течение 30 минут Так что, собственно говоря, вы, как видите, для наших суровых условий Особенно с нашей плохой погодой Пылевлагозащищенный смартфон подходит как нельзя больше Кроме того, даже если смартфон залить водой И экран будет мокрый Вы все равно можете им управлять То есть вода не мешает управлению смартфоном Даже если вы его уроните под воду или погрузите неглубоко То можно совершать определенные действия Снимайте фотографии, вы, там, листайте меню Звонить, конечно, не получится, но кто будет разговаривать под водой В общем-то, не призываю вас всех это делать И макать смартфон в воду Но, ежели таковое случится, то ничего страшного с ним не произойдет Немножко о технических характеристиках Смартфон использует Android версию 4.2.2 Естественно, оснащен нашим фирменным интерфейсом Motion UI версии 1.6 И построен на базе нашего четырехъядерного процессора С частотой 1.5 ГГц Производство HiSilicon Если наиболее внимательные из вас могут заметить Что это не стандартный чип как 3.2 Который уже используется во многих наших других решениях А это чуть обновленный чип K3 V2E И означает улучшенное энергопотребление То есть сниженное энергопотребление в этом смартфоне Также смартфон обладает 4.7 дюймовым дисплеем с HD разрешением Технология SuperZoom и автокорректировка изображений Фронтальная камера 13 мегапикселей Что позволяет делать очень качественные фотографии А благодаря технологиям цветокоррекции и автоулучшения изображений Фотография получает действительно очень хорошего качества Главное, чтобы было достаточно света Тогда они получаются потрясающими Также в смартфон встроена технология SmartSharing Что позволяет очень легко передавать и ретранслировать изображения На экраны любых устройств, больших экранов, которые находятся вокруг вас То есть если телевизор поддерживает Wi-Fi То в общем-то без каких бы то ни было дополнительных девайсов Вы вполне спокойно можете передать и показать фотографии, сделанные смартфоном Или которые находятся на смартфоне Вывести их на экран телевизора и показывать всей своей дружной компании Как вы провели ваш последний отпуск Или показывать краткие зарисовки видеороликов Немного про энергосберегающие технологии Как я уже сказал Непосредственно сам чип оптимизирован И энергоопотребление увеличено И также в данном смартфоне Как и во многих наших последних флагманов Присутствие технологии из энергосбережения Это софтверные технологии ADR и QPC Что в совокупности позволяет увеличить работу смартфона порядка на 30% Это достаточно важно для любого андроид-смартфона То есть как минимум один, а то и два дня В целом этот смартфон живет без подзарядки Ну в зависимости от его режима, его использования Также не лишним будет отметить Эту технологию, так называемую Magic Touch Это технология, которая позволяет пользоваться смартфоном в перчатках Не снимая в перчатках На нашей зимы это очень актуально Руки мерзут А на телефон отвечать надо Перчатки в данной ситуации Перчатки снимают и надо, мы не замерзли Сохраним здоровье Следующий смартфон, про который я хотел бы рассказать Также запущен этой весной Называется он Ascent G700 Это двухсимочный смартфон То есть он обладает поддержкой двух сим-карт Ну для кого этот смартфон? Мы видим, что основные целевые аудитории И основные пользователи, которым данный смартфон будет интересен Это бизнесмен и офисные работники Которым необходимо сочетать как рабочую жизнь, так и личную Вполне возможно, что можно использовать разные сим-карты Одну для работы, один номер для работы, второй номер для личных звонков Также это путешественники, которые используют сим-карты локальных Операторов для экономии Ну и так называемые смарт-юзеры Которые пытаются оптимизировать свои затраты на сотовую связь Путем подбора либо сим-карты разных операторов Либо разных тарифных планов Один для голоса, второй для интернета То есть каким образом экономят свои затраты Коротко о технических характеристиках Также смартфон обладает четырехъядерным процессором В данном случае производитель MediaTek Частота 1,2 ГБ Пятидюймовый сенсорный IPS-экран с HD-разрешением Собственно, это кратенько об этом смартфоне Вы его можете посмотреть вот здесь вот у нас на столике Те, кто еще не видел, пощупать Посмотреть, насколько хорошее качество экрана Экран действительно потрясающий Это пресс-матрица, широкие углы обзора Яркость, сочная передача цветов Алексей, операционный? Андроид Ну и последний наш смартфон Это Ascent V2 Данный смартфон на базе Windows На базе операционной системы Windows Я думаю, что многие из вас помнят Этой весной мы запустили смартфон W1 И, посмотрев на результаты продажи Вдохновившись тем, что, в общем-то, он популярен Достаточно популярен И показал очень хорошие результаты по продаже Мы решили выпустить вторую версию данного смартфона В первую очередь, этот смартфон будет предназначен для молодых специалистов Для хипстеров, для студентов Почему? Он достаточно ярок Обладает большим выбором сменных панелей Также сама по себе операционная система Windows подразумевает под собой Наличие большого количества предустановленных уже офисных программ То есть полноценный офис предустановлен на смартфоне Берем и начинаем работать Данный смартфон построен на базе процессора Qualcomm Как я сказал в самом начале Все три модели построены на чипсетах, на процессорах разных производителей То есть мы действительно работаем со всеми производителями И пытаемся подобрать наиболее оптимальные чипсеты Наиболее оптимальные решения для каждого смартфона Про Microsoft Office я уже сказал Также данный смартфон оснащен нашими технологиями Нашими ноу-хау Это технологиями по энергосбережению Без ложной скромности говорим, что до 30% экономии электроэнергии По сравнению То есть смартфон работает дольше До 30% по сравнению со стандартами обычных аккумуляторами Такой же мощности Помимо этого присутствует менеджер Файл-менеджер То есть вы можете легко оперировать И менеджерами своих данных, которые сохранены на смартфоне Присутствует автокорректор камеры То есть снимки, которые делаются, подвергаются автокоррекции и автоулучшению Также данный смартфон обладает технологией Magic Touch То есть можно управлять им в перчатках Что важно для нашей зимы Ну и последний пункт, который здесь представлен Это 4,3-дюймовый дисплей И что, в принципе, является стандартом Для подобного рода недорогих, скажем так, устройств на Windows Вопрос чуть-чуть попозже Ну, на этом моя часть про смартфоны заканчивается И сейчас будет то, что более интересное Мы вам расскажем про интернет-магазин Я приглашаю сюда Илью Кюрина Который вам расскажет про то, что мы сделали И что мы собираемся делать в интернете в ближайшее время Здравствуйте Спасибо, Алексей, за представление на замечательных трех продуктов И я буду чуть более кратковым, чем мой коллега Не отрываю ваше время, но постараюсь привлечь ваше внимание Спасибо Итак, в ноябре этого года случилось замечательное событие Для Huawei и для всех наших пользователей Для всех наших потенциальных и имеющихся клиентов Это открытие интернет-магазина Huawei Мы открыли его совсем недавно Он очень молодой, ему нет и полутора месяцев Но мы старались как могли В нем представлен практически весь спектр устройств Huawei Которые в настоящее время компания продает в России Это 16 моделей смартфонов 7 моделей планшетов И 15 моделей модемов, точек доступа и роутеров Которые также выпускает Huawei И единственными смартфонами живет наша компания Вот также в декабре месяце мы уже успели успешно поучаствовать В известной вам акции Black Friday 2013, которая прошла 6 декабря Мы очень довольны результатами этого мероприятия И мы будем рады повторить это в следующем году И также для наших клиентов, для наших покупателей Мы специально в декабре успеваем предложить бесплатную доставку по всей России Разумеется, заказ требует определенной суммы Но тем не менее это уникальное предложение, которое мало кто может себе позволить Продолжим Чем официальный интернет-магазин Huawei отличается от других магазинов? Ну, в первую очередь, это, конечно же, все наши поставки официальные Все наши продукты, которые продаются в интернет-магазине, сертифицированы Все обладают нужными документами И покупая в нашем интернет-магазине, вы получаете 100% товар от Huawei 100% сертифицированный в России Также в нашем интернет-магазине представлен очень широкий ассортимент всех устройств Huawei И мы работаем над расширением этого ассортимента Хотя на текущий момент уже охватывает практически все, что поставляет Huawei в России Также мы очень сильно концентрируемся над тем, чтобы пользователи продукции Huawei Имели возможность купить у нас фирменные аксессуары Huawei Которые в настоящее время иногда тяжело найти И в нашем интернет-магазине вы уже можете найти аксессуары для наших новинок Таких как Honor 3 для наших медиапэдов и других устройств Ну и наши продавцы-консультанты, которые вас с удовольствием проконсультируют по телефону Прошли профессиональный тренинг и они разбираются в нашей продукции Что опять же и во всех интернет-магазинах вы можете получить Но основная цель нашего интернет-магазина это не только продажи Сколько стать ближе к пользователю, ближе к клиенту, ближе к потенциальному клиенту Наша задача сделать интернет-магазин центром информации по продукции Huawei Чтобы можно там не только было приобрести, но и оставить отзывы, которые прочитает производитель Которые прочитает венда Чтобы наш пользователь мог получить всю необходимую информацию, инструкции, прошивки В актуальном виде у нас в интернет-магазине Ну и конечно же мы очень хотим и будем баловать наших посетителей Различными специальными предложениями, различными акциями от Huawei И вот одна из таких акций, как я уже говорил, прошла в начале декабря, одна идет сейчас И бесплатная доставка И на каждый праздник, на каждое событие мы обязательно будем устраивать что-то интересное О чем обязательно хотим вам знать Ну и подытожу основные задачи, которые стоят перед нашим интернет-магазином Это в первую очередь предложить нашим покупателям полуспектра устройств Huawei От смартфонов, планшетов до модемов, роутеров и аксессуаров Это выводить на российский рынок новые модемы Huawei Чтобы вы могли получить всю информацию о наших новинках в нашем интернет-магазине Как на официальном сайте, посвященном продукции Huawei Ну и предоставить, как я уже сказал, полный перечень активных аксессуаров и сопутствующих товаров нашей продукции Ну в общем-то у меня все Как я обещал, я был рад Большое вам спасибо Дорогие друзья, ну и собственно так как это, скажем так, некая итоговая вечеринка этого года То я не могу не сказать о некоторых бизнес-результатах Которые достигла компания Huawei в области потребительских устройств в этом году Собственно, запоминайте, кто-то записывайте Если это... не уверены, что сможете сохранить это в памяти Цифр будет немного, но это то, что мы практически никогда не говорим официально Итак, выручка Huawei Device в России в 2013 году составила более 150 миллионов долларов Продажи смартфонов по сравнению с прошлым годом возросли на 60% Доля рынка примерно 2,6% Продажи планшетов выросли более чем в два раза И на данный момент доля рынка чуть более 5% Что касается наших планов на следующий год То одним из основных направлений, которые мы будем развивать Это направление e-commerce То есть мы будем... мы планируем развивать очень сильно И расширять ассортимент нашего интернет-магазина Делать... популяризировать его Помимо того, что сказал Илья Будет доступно много других разных интересных возможностей для наших клиентов Как то мы планируем открыть Huawei Friend Club Членам этого клуба будут доступны всевозможные спецпредложения Дополнительные скидки и тому подобное И так же нашими основными задачами на следующий год является развитие LTE И в первую очередь LTE Advanced Открою небольшой секрет Совместно с компанией Megafone В феврале этого года мы выпустим первый смартфон на базе LTE Advanced Это будет приурочено к Олимпиаде в Сочи То есть пользователи, абоненты смартфона смогут пользоваться очень высокими скоростями До 300 мегабит через непосредственно мобильные устройства То есть, еще раз повторюсь Основной своей задачей в следующем году мы видим развитие LTE Как с точки зрения инфраструктуры и развития сетей Помогать этому сотовым операторам Так и с точки зрения абонентских устройств Ждите от нас в следующем году Много новинок с поддержкой LTE Спасибо